АПЛОДИСМЕНТЫ С Новым Годом! С Новым Счастьем! Не надо мне так улыбаться, девушка! Опоздали вы! Упустили свое счастье? Я женился. 30 дней тому назад ваше счастье уплыло в другие руки. Я дико извиняюсь. Как вас зовут? В красном. Нет, мне все равно. Я женатый человек. Меня Глена зовут. Вы представляете? Я такое счастье. Женилась. Вот оно, мое счастье. Вот оно, мое родное. Солнышко мое. Галя моя. Солнце мое. Родное. Солнце мое. Я твой тазик. Счастье мое. Где твой глазик? Ну, не важно. Как говорится. Зато в счастье по уши. Я здесь. А всей душой где? В бедовом месяце. Вы знаете, вот как говорится, вот и жизнь новая началась, личная. И все другое. Все. Даже сны другие стали сниться. Вы представляете? Вот, кстати, вы верите, что с четверга на пятницу сны сбываются? Верите? Я тоже стал верить. Вот буквально вот с этого четверга и стал верить. Как мне сон приснился этот. Такой смешной такой сон приснился. Будто возвращаюсь я с работы домой. Подхожу к квартире и слышу, что у меня там в хате музыка какая-то играет. Музыки какие-то. Человек пять-шесть иметь же разговаривать. И жена моя, молодуха Галя, хохочет, заливается. Я позвонил, все стикло. Я постучал. Тишина. И вдруг за спиной голов. А ты рогом, рогом постучи. И надо же проснуться на самом интересном месте. Лежу и думаю. К чему этот животноводческий сон? Что характерно с четверга на пятницу? Подумал. Слушай, а может на охоту поеду впервые в жизни? Крежно. Ухожу на работу, дверь закрываю, смотрю. И не верю своим глазам. У меня до двери кто-то мелом написал. Гена, ты олень. Ба-ба-ба-бам. Думаю. Как? Когда произошла утечка информации? И вдруг страшная мысль. А что если это не мне написали? У нас еще один Геннадий в подъезде есть. Пудель-кобель. И я на двери чуть ниже дописал. Уточните какой. Возвращаюсь с работы. Есть ответ. А! Ха! Северный. Думаю. Ба-ба-ба-ба. Ошиблись дверью. Я на севере ни разу не был. Я так на двери пониже и написал. На следующий день ухожу на работу. А ночью новая запись появилась. Не, Гена, ты не олень. Ты дятел. Твоя Галя крутит хвостом направо и налево. Ну и как моя Галя может крутить хвостом, если у нее его нет. Уже нет. Он у нее был в первом браке. До того, как ее муж раньше времени из командировки приехал. Это ж надо было человека напугать. Чтобы у нее все волосы разом с корнями. Ха! И нет. Зато у моей Гали сейчас роскошные коры. Серьезно. Прекрасные съемные коры. Я так на двери написал. Вечером возвращаюсь с работы. Ба-ба-ба-ба. Новая запись. У Гали коры, а у тебя рога. Твоя Галя скалит зубы направо и налево. Как моя Гала может скалить зубы, если у нее их нет? Уже нет. А они у нее были во втором браке. До того, как ее муж раньше времени из командировки приехал. Это ж надо было человека напугать. Чтоб все зубы взяли и у нас выплюнулись. Ничего. Сейчас у Гали роскошные две вставные челюстяки. Я ее зову моя акула. Ну, у Гали проблем с зубами нет. У меня нет проблем с подарками. На любой праздник трехлитровая банка клея коры. Под Новый год набор кисточек. Ой, я так на двери написал. У Гали нет зубов. Возвращаюсь с работы. Ба-ба-ба-ба. Новая запись. А у тебя нет мозгов. Твоя Гала гуляет. Я захожу домой, ничего не понимаю. Гала в хазе. Я думаю, слушайте, надо бы бдительно нас проявить. Думаю, посидишь, как ты у меня дома. Я так на двери написал с утра. Закрыл двери. Тихонечко, тихонечко. У меня все дома. Моя Гала в хате. Вечером, возвращаясь с работы, новая информация. У тебя не все дома. Твоя Гала гуляет, не выходя из хаты. Думаю, нет, ну походи-то, пускай гуляет. Во-первых, кардионагрузки. Во-вторых, она же не просто так. Спидометр километраж наматывает. Она то пыль протрет, то поесть приготовит. Думаю, это ж как люди нашему семейному шашу завидуют. Так, мы 30 дней в браке, а душа в душу. Полная гармония во всем. 30 дней, как первая брачная ночь. Фу-фу-фу. Даже в интимном плане. О, о, чтоб не залазить. Фу-фу-фу. Я не хочу, она не просит. А тут как раз и выходные. Думаю, дай проверю. Сбиваются лесные. Я говорю, Галя, сонце моё ясное, птицу мою родное. Отпусти с Богом на охоту. Съездит на ногу. Знаю вашу мужичную охоту. Так и норовите свои ружья налево направить. Но я-то тебе, Глена, своим обрезом абсолютно спокойно. Не пуха тебе, элипирал. Я не знаю, выхода нет. Надо ехать на охоту. На бабочек. Доча, иди сюда. Вот это, стань здесь. Смотри, в этом благородном заведении. Мы, может, тебе, жениха и найдём. Давай, причалим. А Шотик, нам два чая и пирожок. Пока. Ну что, дочь, а всё? Теперь мама тобой будет заниматься. Всё. Вот эти твои я сама себе найду. Всё, закончилось. Мама, я хочу, чтобы он был высокий. Зачем высокий? Кому нужен муж высокий? Что это даёт? Первый муж должен быть маленький. Пробник. Всё. И с твоими фотографиями по женихам я больше носиться не буду. Ты дала мне фотографию. Ты же на ней как святая. Кому не покажут, все крестятся. Дочь, а всё? Всё хватит? Давай посмотрим здесь. Может быть, мы кого тебе здесь... Дочь, а... А посмотрите, как этот качок. Что сразу шеи нет. Вот сразу шеи. А зачем ему шея? Зачем? Я вообще мужчинам после свадьбы шейные позвонки цементирую. Женился, нечего по сторонам вертеться. Правда? Понимаешь, дочь, а мама же хочет, чтобы у тебя муж был, ну, настоящий русский богатырь. Понимаешь? Чтобы это был такой... Алёша, да почему Попович? Попович. Можно и Абрамович. Правда, не совсем русский. И совсем не богатырь. Что ты сказала? Староват? Староват. Доча, да если я найду, ты у меня пойдёшь за столетнего миллионера. Как говорится, большое состояние компенсирует мне стояние. А ты объясни маме, ты объясни маме, объясни, зачем ты сегодня олигарху нужна, зачем? Олигархи любят всегда высоких, стройных, с длинными ногами, с плоскими животами. Как зачем плоскими животами. Ой, доча, ну ты смотри, она ложится в кровать, обнажённая. Он садится рядом с ней и ставит ей на живот ноутбук. Как зачем? Ну, чтобы возбудиться, он считает свои деньги. Что, если хочешь, чтобы она возбудилась? О, если хочешь, чтобы она возбудилась, он считает свои деньги вслух. И что ты сразу, мама, посмотри, какие у меня ноги. Ну, походи, мама, посмотрит, иди, походи, походи, походи. Ну, ровные ноги, ровные. Смотри, ровные ноги, смотришь. Ну, нигде ж не пересекаются. Но быстро заканчиваются. Доча, да мама шутит, шутит. У кого самые длинные ноги? Только не надо мне про Верку ничего говорить. Про Верку не надо мне говорить. Деревня твоя, Верка, деревня, деревня. Учится в институте. Ой, ой, только родителям же ничего не говори, не говори родителям. Они же не знают. Она же приехала в город поступать на панель. А ее не взяли. Домой возвращаться стыдно, вот она и поступила в институт. Понимаешь, доча, сегодня вот эти пословицы вот эти, где родился, там и пригодился, все из прошлой жизни. Все, сегодня куда приперся, там и притерся. Давай улыбайся, улыбайся, доча. Ну, давай быстренько улыбайся. Вот так. Хорошо. Смотри, 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 смотри. Смотри, кто гребет. Смотри, смотри. Хариус с усами. Глянь. Да Хариус это не рыба, доча. Это Харя с усами. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Али? Доча Али. Али. Ой, слушайте, Али, а возьмите себе фамилию Гарх и будете называться Али Гарх. Правда. Ой, Али, а вы как сюда приходите покушать каждый день? На машине приезжаете. А, ну, а покажите нам с дочей машину свою. А нам интересно. В окошко покажите. Вот эта синенькая штучка. Доча улыбочку побери. Да. Али, а как же вы живете на вашей высоте? Как на какой? На очень высокой высоте. Ой, Али, высота должна быть такая высокая, чтобы до Москвы, вот это добираться на ваших санках. Ну все, доча, все равно улыбайся. А что тебе здесь не нравится? Что тебе здесь не нравится? Скажет. О-хо-хо-хо. И хочется ходить в дорогие клубы. Ты думаешь, в дорогих клубах ты принца себе найдешь? Вот это если ты придешь в дорогой клуб и увидишь принца, то знаешь, что этот принц, это какой-нибудь хозяин подмосковной свалки. Ну все, доча, улыбайся. Где же я тебе возьму принца? Ну где, скажи, мама тебе возьмет принца? Где? Сегодня принц и доча все больше с принцами встречаются. Вот так вот. Ну все, улыбайся. Вот такая улыбочка красивая. А, а. Покажи всем, какие у тебя белые зубки. А. Немножко сбавь. Ты не в Питере. Мосты показывать не надо. Доча, понимаешь, вот это твое. Я тебе сейчас задам экзамен, а ты маме ответь. Вот тебе экзамен. Подожди. Вот скажи, как ты намекнешь мужчине на подарок? Намекай. Давай мама хочет посмотреть. Но. Что ты эти пальчики веером развела? Что ты, а ты еще скажи, что-то холодает. Мне бы колечко, а то пальчик стынет. Ой, доча, ты как антиалкогольная реклама. Хочется напиться назло. А, шотик, коньячка мне принеси. Гранд пятьдесят для румянца. Доча, подожди. Улыбайся. Улыбайся, голубочку. Давай. Только про Питер помни. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы кто будете? Кто? Хохола. Да хохола, это ж гребень у петуха. А вы кто? Вильный украинец. Ага. Вильный украинец. А газ воруете? А что-то вы сразу глазки у пола пустили, как будто газовый вентиль ищите. Ну, деньги у вас, конечно же, есть. А как же? Гривны. Ага. А я же говорю, деньги. А гривны, это волосы у коня. А вы сюда как? Долетели, доехали. Долетели. Доехали. На машине. Ага. А покажите нам с дочей машину. Нам так с дочей интересно. На какие же машины? В окошко покажи. Вот эта вот маленькая кучка. Доча, улыбочку зачехли. Да, видать, сегодня день саночника. Каждая тля свои крытые санки машиной называют. Ничего, у нас с тобой все будет. Понимаешь? Женщина, это же Эверест. И мужчина карабкается, и карабкается, и карабкается, пока не покорит. А потом все, все, все. Пока ему захочется второй раз, ты обледенеешь. Знаешь, доча, а что мама тебе скажет? Семейная жизнь, как семейные трусы. Цветочки только на фасаде. Все, доча, все. Давай, с ее на сегодня хватит. Хватит. Что твоя Ленка? Что твоя Ленка? Где она в прошлом году отдыхала? Скажи маме, где? Ага. Вначале махнула на Канары, потом махнула на Карибы. А потом махнула на Бермуды. Ага. А потом мама с папой сказали, хватит размахивать руками. Электричка подъезжает за Дриппинскую. Как говорят у меня на базаре. Если у тебя на прилавке куры и щавель, то это еще не кур-щавель. Что-то мама устала, устала. Женихов сегодня нет. Но мама тебе сказала, у тебя будет все. Ты еще оставишь следы своих ножек на асфальтовых дорожках Сан-Тропе. А сегодня хватит, хватит. Мама устала, а женихов нет. Все, гулять будем. Ашотик, принеси нам пиво и пирожком. Девочки гуляют сегодня. Все.